Всем привет, с вами Рафаэль ХайТек, сегодня будем работать с гипсом впервые. Давайте посмотрим, что у нас есть и что для этого понадобится для будущих опытов. Конечно же весы, давайте вот так лучше покажу. Точные громовые весы, какая-то форма, вторая форма, скажем так, для опытов. Какой-то коврик, чтобы не запачкать все. Далее, собственно, сам гипс, или вот такой алибастер. В общем, вот такой, 5 килограмм, по-моему, он, да? Вроде как да. Ну, вода, мерная ложечка и такой преобразователь гипса, для того, чтобы не было пузырей и была более большая жесткость. Но сначала мы попробуем залить вот эту форму просто гипсом, а потом уже вот с этой штукой. И посмотрим, будет ли разница. Так, вот так вот видно. Я думаю, для начала пока что будет более чем достаточно. Вообще, чтобы вот эти вот все присадки добавлять, лучше использовать, конечно, вот такие точные весы. В данный момент-то можно на глаз делать, да, но именно просто гипса положить. Вот мы 7,5 грамм гипса сейчас положим сюда. Давайте добавим еще. Я думаю, где-то вот так будет достаточно. Теперь, знаете, что сделаем? Наверное, вот сюда зальем воду и все это перемешаем. На самом деле, учитывая, что с водой его, наверное, будет больше, вот как раз и посмотрим. Вот так. У нас получается 12,9 грамм. Сейчас все это дело смешаем с водой и попробуем залить. Так, вот он гипсик. Прямо такую штуку, потому что другим мне пока что нечем залить. И будем сейчас мешать. Быстренько ложечкой и заливать. Так, весы мы, наверное, пока что в сторону уберем, чтобы не испачкать. Так, наливаю немножко воды. Даже, видимо, залил много слишком. Да, залил очень много воды. Так, воды слишком много. Тут на такое количество воды нужно, наверное, еще столько же гипса добавить. Ладно, сейчас быстренько размешаем и зальем это пюрешку. Посмотрим, что произойдет у нас в итоге. Так, заливаем. Так, это полного зальем вот так. И посмотрим. Так, это мы тоже оставляем застывать. Прямо так. Посмотрим, что у нас получится. Единственное, что вот пузыри. Пузыри мне не очень нравятся. Все, теперь ждем, пока это все дело застывает. И посмотрим, что получится. Прямо вот в таком состоянии, как оно и есть. В 3D-форме. Печатной. Посмотрим, можно ли будет ее достать и не сломается ли она. Итак, друзья, прошло 20 минут. Примерно, может быть, 15 где-то вот так. Гипс уже высох, соответственно. Можете наблюдать, да. Пузырьки вот остались некоторые. Но он еще такой немножко, скажем так, влажный. Но при этом я его уже не могу как бы ни намять, ни разобрать. То есть формы надо делать разборные. Так что с этим все понятно. Так, даже то, что было в посуде, оно тоже как камень, слушайте, стало. Охренеть можно. И хрен его тут сломаешь, походу. Попробую, короче, ковырнуть вот этим. Посмотрим, что получится. Так, ну пока что он еще кое-какую гибкость имеет. Так что, я думаю, с посуды его надо выковыривать. Слушайте, охренеть. Он как бетон уже застыл. Охренеть, конечно. Охренеть. Так, и смотрите, пластичность у него как пластилин какой-то. То есть твердый-твердый пластилин. Так, по поводу вот этой формы, не знаю, может быть, просто ее ножницами разрезать. Но форму определенно точно надо делать из чего-то другого, в плане, чтобы она разбиралась. Потому что неразборная форма у нас, как вы видите, ничего не получается сделать. То есть она тупо не вытаскивается. Да, тупо не вытаскивается. Так, ну ладно, будет уроком. То, что формы нужно делать на 3D принтере такие, чтобы можно было ее снять. В общем, такая красота получилась. Кстати, ни пузырей, ничего нету. Как ни странно, ну вот тут я прорезал. Такая пирамида получилась. То есть вот так это дело и работает. Все, положим сушиться. В принципе, первый опыт вполне себе успешный. А если, думаю, добавить вот эту добавку, он будет стыть вроде как дольше немножечко, оно будет уже как звенящий камень, то есть как керамика. Так что первый опыт успешный. Я пошел мыть все эти дела, друзья. Вы ставьте лайки, подписывайтесь. Мы будем продолжать на канале опыты. Друзья, посмотрите, какой результат у меня получился. Отковырял, короче, из посуды вот эту штуку тоже. И то, что было на стекле, вы, друзья, не представляете. Оно стало просто как стекло гладкое. Я не знаю, что добавляет вот сюда, в эту шпатлевку, да, то есть гипс, альбастер. Но она стала, ну, просто гладкая, как стекло. Я не знаю, получится вам это передать или нет. Тут какой-то, кстати, осадок странный, темный. А вот эта вещь, которая была напечатана на 3D принтере, она приняла такую же форму. Так что пока что эксперимент вообще чертовски прикольный. Ладно, пока она еще влажная, будем досушивать и посмотрим, что из этого получится.